Привет, сталкеры! С вами опять я, сталкер-баннерщик, и нахожусь в аномальной зоне, а именно на вышке. Так, в общем, посидел я тут, отдохнул немножко со сталкерами, пообщался и решил пройти один квест, который давно мне не дает покоя. Кстати, запутался я в нем, не сказать, что он очень сложный, но он очень долгий, приходилось по всей локации бегать. В общем, квест, опять не на ту кнопку нажал, вечно путаю. Преступление и наказание, это продолжение квеста. В общем, мне нужно обыскать место убийства мухи и ближайшую местность, найти доказательства преступной деятельности Радика и мухи. В общем, это находится все рядом с кладбищем. О, кабан снова забежал. А сталкер угоняет там на раз-два. В общем, находится это рядом с кладбищем, все прекрасно знают, где это кладбище, там ведуны тусуют. Рядом с агидой. Вот, я туда уже бегал, уже часть, как бы, можно сказать, половинку этого квеста прошел, но... Не все обыскал, а сейчас поспрашивал у сталкеров, мне подсказали, где что там есть. В общем, мы бежим туда. Так, ну пойду я, наверное, скорее всего... Вот, да, мне будет проще пройти через Везувий, через сам вулкан. Так, ну, экипировку, конечно, я обновил, то есть у меня все есть... А, нет, кстати... Кстати, кстати, нет. Я все равно буду... Забегать. Мимо ЛВЗ, наверное, скорее всего, буду пробегать. Мне нужно... Пройти квест там. В бандосов. А для этого мне нужно будет... Зажигалку, да? Так, нет, он нажал. Мне нужно будет зажигалку купить. У меня есть зажигалка и... Вот, кстати, одну зажигалку купим. Так, мне нужно купить, чтобы она была у ученого-кладовщика. Ну вот, у ученого-кладовщика 15, ну, дороговато. Хотя... Ну, дороговато, ну да ладно, деньги у меня есть. Куплю. Так, я к ученому пойду. А может быть, где-нибудь есть здесь? Нет, здесь нет. О! А вот ученый-кладовщик 7, что-то я туплю. Да, вот, ученый-кладовщик покупаю. За 7. И еще мне нужно паяльную лампу. Я уже покупал, как бы, и находил, но... В предыдущей ходке я что-то их с собой взял, хотел забежать, отдать. Но что-то мимо пробежал и побежал вообще. Ну, гурманы, в общем, там их оставил. Ну, они мне все равно пригодятся. Следующий квест также буду проходить. Это ежедневка, поэтому проблем нет. Они мне пригодятся. Сейчас я куплю еще себе паяльную лампу. Ну, главное купить там, где мне нужно, чтобы ученого-кладовщика было. Или здесь. Где сейчас я тусую? Так, посмотрим. Паяльная лампа. Ну, где же ты? Появляйся тоже. Так, вот паяльная лампа. Ученый-кладовщик У-15. 15. 15. Ну, да ладно. Она, в принципе, так и стоит. Все, куплю я, в общем. Да, все, теперь можно бежать уже дальше. Ну, а скальпель у меня с собой. Скальпель я у Фина взял. Так, теперь я бегу... ... ... ... ... ... Вулкан. Ну, а что мне? Мне все равно надо кученым. Да, как раз кученым мне нужно. Паду через Вулкан. Тут, в принципе, местечко такое неплохое. Можно и арт найти неплохое тоже, да? Можно и медведя завалить. Медведь, кстати, мне по квесту тоже нужен. Так, ой, дерево. Так, 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 немножко заблудился. А, вот я все-таки, все понятно. Так, 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 где я нахожусь? А, так, с этой стороны пойдем. Или с этой. Даже не знаю. Нет, наверное, пойду с этой. Сейчас перейду через речку, пройду и вот тут зайду. Здесь получше просто местность. Там можно и пострелять мутантов, и артефакты поискать. Хотя и там тоже можно. Ну, да ладно. Я пойду с этой стороны. Особо, конечно, не буду на арты растрачиваться. Я хочу просто пройти квест. Потому что он у меня уже давно висит. И я, ну, если честно, запутался. Вначале был так нормально. Квест, он, в принципе, легкий вот этот. Но единственный минус в нем, это нужно бегать от Фина к Ридику. От Ридика на вышку. От вышки на Егиду бегать. То есть, в общем, туда-сюда бегать по всей локации Везувии. Это не то, что трудно. Это просто очень много времени занимает. Так сказать. Ну, и, конечно, не так уж легко пробежаться по всей локации Везувии. То там мутант, то там появится. То есть, да, сложновато. Ну, я немножко вот затупил. Сейчас мне сталкеры подсказали, где что найти. Теперь я бегу, я уже знаю, где куда мне сунуться. В общем, нужно найти доказательства преступной деятельности одного чувака, сталкера. То есть, я лопату нашел, нашел могилу на кладбище. А рядом с кладбищем есть помойка такая. Оттуда что-то я хотел заглянуть, но не заглянул почему-то. О, давай-ка я вот этого... А почему бы нет? Убил. Хозяин леса, да? С него что-то выпадает? Бывает. В этот раз не повезло. А может быть, в этот раз повезет? Я эту кнопку нажал. Да, повезло. Несказанно. Целых три свинца выпало. Ну да ладно. Включим тут детектор, потому что здесь аномалии уже достаточно. Здесь можно и артефакт неплохо найти. Ну, в общем, прервал немножко свой рассказ. Знаю теперь, где место, где найти остальные части. Как бы от убитых сталкеров, я так понимаю. То есть, эти кексы сталкеров просто разводили, валили их, забирали бабки. Вот. И я эту, как бы, махинацию, можно сказать, убийственную раскрыл. Мне показалось. Вот. И сейчас мне придется бегать туда-обратно, к Фину, к Ридику и на Везувий. Но этот квест я сегодня пройду, потому что, ну, действительно, он уже долго висит. Охота получить награду. Я не знаю, какая там награда по деньгам. Не знаю, сколько по опыту, но я знаю, что там вроде дается бронежилет ниндзя. Ну, я, конечно, краем глаз смотрел другие видосы сталкеров, которые рассказывали про этот квест. Но именно краем глазом, потому что потом самому неинтересно будет проходить. Так, ладно, смотрю, там-там сталкер бегает, тут их полно. Фиг с ним, не буду лазить тут по всем аномалиям. Не вариант. Наверное, все обыскали. С краской мет... с красной меткой. ПКшник. Ну, или просто отстреливался. Неважно. Бегу я сейчас к ученым на Везуви. Ну, если меня тут не вольнет... Да, если вольнет, мне терять особо нечего. Пойду быстренько пробегусь через вулкан. Ну, тут, как обычно, скучная дорога, никого нету. В зоне это немножко разнообразили. Да, вели тут отверженных, таких слабеньких бесов, которых можно, в принципе, нетрудно убить. То есть, проход через вулкан стал интереснее. Ну, и, соответственно, чтобы попасть туда, в зоне нужно одного беса убить. Ну, и, соответственно, они бесов убрали перед самим вулканом. То есть, их стало мало. Ну, вот в этом, да, в этом, как бы я, в принципе, с разработчиками зоны согласен. Какой-то немножко интерес к этой локации сделали. Стало не просто скучно ее пробегать с места до места, а, интересно, то есть, нужно найти, то есть, лапу, или убить, или купить. Потом пройти, потом здесь пострелять немножко отверженных, то есть, пробежаться, пострелять бесов, и выйти уже с другой стороны. Немножко разнообразие ввели, но... Не знаю, я привык, допустим, к пустой локации вулкан. То есть, вулкан, ну, кто тут может тусовать? Ну, два-три беса, как обычно, здесь. Ну, и все. Тут такая атмосфера, что... Вот, кстати, бес. О, а что это я с этим... С пистолетом-пулеметом? О, а что это я такой тупанул и заработал три свинца? Ну, просто супер. А почему я с пистолетом-пулеметом бегаю? Почему не сайгой? Ну, да ладно, вот как раз про бесов говорил. То есть, один-два беса, в принципе, нормально. Локация-то мрачная. Ну, а что? Один, блин... Пепел летит. Дым. Жарко. Только бесы тусуют. Так, ладно, вот я уже почти около базы ученых. Что тут у нас в окрестностях? Сейчас посмотрим. Ну, вроде тихо, спокойно. Ой, такая погодка меня вообще прям бодрит. Когда пепел исчезает, исчезает дым, и становится так ярко. Сейчас 8 утра. Нормально. Так, ну, вроде пусто. Включаем детектор, потому что здесь по дороге можно и Марио найти. Я, конечно, особо за Марио не стремусь, но... 2-3 Марио, если по дороге поднять, то почему бы и нет? Тут Марио и ученых стоят неплохие деньги. Некоторые сталкеры, я смотрю, тут вообще постоянно тусуют. И тупо охотятся за Марио. Тут нормально, можно деньги заработать. Ну, если кому не лень, вот просто бегать по одному и тому же месту, то есть... То есть не скучно. Почему у меня опять пистолет-пулемет стоит? Я не понимаю. Ладно, пусть стоит. В общем, да. То есть на Марио тут можно нормально деньги заработать. Ученые принимают. Почему бы и нет? Ладно, не буду тут бегать. Просто так пробегусь. Опа! Стопэ! Бегать не буду, но... Вот артефакт я не вижу. Поднять, подниму его. Очень часто сталкеры спрашивают, блин, зачем ты столько часто включаешь детектор? Увидел артефакт, бери его и тогда включай. Вот сейчас я вообще не вижу артефакт. Если бы у меня не был детектор, я бы тупо его не заметил. Уже в какой раз отвечаю на этот вопрос и все равно задают. Тем более, сейчас у меня модульный МЗА, который тратит на включение всего лишь одну. Одну батарею. Одна батарея, ну... Ну, это мелочь. Согласитесь? Если честно, что входка с собой 200-250 батареи беру. Так, ладно, все. В общем, я... Продам сейчас Марио. Так, показывай, что там у тебя. Ну, Марио я продам. Ну, вот, 8000. Почему бы и нет? Синец продам. Кабана продам. Принятие. Так, что тут у нас? Да, я уже купил. Открою ученый-кладовщик. Открою посылки. А, нет, не посылки. Какие посылки? Я же просто купил. Вот у меня паяльник, зажигалка есть. Скальпель есть. Но сейчас я туда не пойду. Сейчас я побегу. Да, кстати, давай-ка я возьму сразу квест. По клонам. Стандартный квест. Почему я с пистолетом-пулеметом бегаю? Ну-ка, быстренько. 8. Сейчас пойду квест, пройду клоны, ну, убью эту. пекс. Ну, заодно можно там пробежаться, посмотреть артефакты. Почему бы нет? Ну, там рядом чисто детектор включу, быстро пробегусь. О. Дуны валяются. Быстро там пробегусь, в общем, найду что-нибудь хорошо, не найду. Ну, не важно. Потом вернусь и обыщу кладбище. Рядом с кладбищем там стоит мусорный бак и вот там как раз надо искать. Кстати, в предыдущей ходке я применил препарат такой. Где он у меня лежит? Где он? А, вот он. Антирадиционное средство ВОВ. Три использования, одно я как бы использовал уже. И до сих пор у меня действует. В общем, она действует, как писалось, 6 часов вроде, да? Ну, не, не 6, вроде 3 часа. О, готов с одного выстрела. Ну-ка, ну-ка, давай-ка я еще раз посмотрю, чтобы точно быть уверен. Мне кажется, информация. так. Действует 6 часов. Ну, 6 часов. Ну, вот я не знаю 6 часов. Я играл давно и до сих пор препарат действует. Действует 6 часов. Ну, значит, он действует только тогда, когда я в игре. То есть, если я из игры вышел, таймер приостанавливается. Это нормально. То есть, именно 6 игровых часов, но, если честно, почему-то я не 6 часов играл. Хотя, когда играешь, особо время не замечаешь, оно быстро пробегает. Может быть, даже столько играл. Ну, в общем, у меня еще остался запас даже первой таблетки, а у меня еще 2. А если учесть, что она стоит, ну, эта упаковка, в которой 3 используют, стоит всего лишь 40 тысяч, то будет деньжат, про запас себе накуплю и буду постоянно бегать. И если самое главное, она не выпадает, эта таблеточка. То есть, эта упаковка с таблетками вообще красота. То есть, я теперь по намалям могу бегать, так сказать, с 30% пофигизмом на радиацию. Вот так, если грубо говоря. Да я и так особо не парился, но сейчас вообще можно расслабиться. Так, ладно, здесь пусто. но я особо не планирую тут начинать и так пробежаться. что и будет. Тут в основном электры. Не, ну, конечно, тут есть разные аномалии, но... Забежал сюда просто по привычке, потому что всегда сюда заходил после выполнения квеста. Ну, в принципе, все сталкерсов забегают. Посмотрите. Артефакты, может, поэтому здесь их так мало. Уж сталкеров много, артефактов мало. Ладно, бегу я сейчас на кладбище рядом с этой горой. Мне там нужно найти вещи, я так понимаю, покойников, которые прятали. Эти два кекса, которые убивали их. Ладно, посмотрим, найду ли я там их, где они по идее должны быть. Мне как посоветовали, они находятся, ну, сказали, то есть, нужно забежать на мусорку. Мусорка находится рядом с кладбищем, вон она там, и там полазить, пошарить по мусорным бакам. Я там рядом пробегал, значит, могилу нашел, в общем, а мусорные баки как-то не знаю, что тупанул. Во, кстати, рюкзаки, так, а что такое? Тут же эти два уродца зеленых, где второй? Да ладно, прыгнет. Так, и вот еще труп, нифига себе труп, тут уже кости валяются. Так, журнал задания обновлен, теперь мне куда нужно? Так, все, Ридик, Радик подозреватель убийства предыдущего курьера, это был мужчина в кругах очках и в светлом бронежилете и в последний раз его видели у радиовышки. Это который жабой сидит на радиовышке, но он не при делах. Теперь я узнал то, что действительно Радик в этой афере замешан в этом убийстве и теперь мне нужно предъявить доказательство Фину, то есть нужно бежать на Рябинку. Ну, я не просто кто зашел, мне реально нужно на Рябинку, как раз по дороге я, так, вроде тут ведунов нету, по дороге я забегу на ЛВЗ, хайсталкер, отдам все ингредиенты, сейчас забегу к ученым, заберу паяльную лампу и зажигалку, сбегаю быстренько на ЛВЗ, отдам все это бандосам, повышу репутацию ненамножко, на чуть-чуть так сказать, у бандосов, потом быстро к Фину, а потом еще кажется пару раз предстоит туда-сюда бегать, да, этот квест не сложный, но слишком долгий, бегать постоянно приходится, это да, так, ну я в принципе полностью экипиру вежливые люди, прикольная группировка, так, все, я взял все, что нужно, пойду теперь, на ЛВЗ, пробегу здесь, а, хотя там сталкер пробежался, побегу наискосок здесь, хотя дальше химические аномалии может чуть дальше пробежаться, может быть и повезет, что-нибудь найду, но почему бы нет, все равно же здесь рядом иду, все равно путь срезаю, пройдусь я, наверное, чуть дальше, квест, конечно, выполнить нужно, но это же не горит, не такой квест, который там по времени быстро-быстро, мне еще на квест время собирать камни пройти, но не сейчас, чуть попозже, сначала пройду, потом другой, так, пойду здесь, посмотрю, что тут у нас, кабаны, иди сюда, бекон ходячий, раз-два, выстрел, да, дробовичок прокачал до восьмидесяти, прям супер, надо сказать, если не тупить и более-менее нормально целиться, то все мутанты будут лежать у твоих ног, а может быть и чуть дальше, ну, примерно вот на таком расстоянии, это вообще идеал, куда ты побежал, свинина, стоять, давайте прям в пятачок, мясо беру, потом пожарю, так, ладно, кабаны, это, конечно, хорошо, но все-таки у меня задача другая, хочу квс пройти, поэтому быстренько-быстренько пробежимся, посмотрим, аномалии, в принципе, полно, но опять это Марьева, подымишь его, ну и куда его девать, бежать обратно к ученым, возвращаться в зону нельзя, особенно, по своим же следам, а бежать с ним дальше, пока туда-сюда будешь бегать, заряд кончится, тоже не вариант, поэтому уж лучше не находить, да что ты, какой ёркий кабан, блин, прям, не убить, так, ладно, выключаю детектор, так, тут я, насколько знаю, эти водятся хозяева, хозяина леса, да, я их вечно путаю с этими, с лешими, ну, для меня они все на одно лицо, зеленые черти, на двух ногах, ну, маленькие, большие, я, если честно, пока еще, ну, не знаю те места, где водятся просто лешие, где водятся хозяева, ну, хозяева, знаю, они покруче, с них там может всякая интересная фигня выпасть, вот, ну, тут я знаю, да, хозяева водят, тут я знаю, сталкеры тусуют, поэтому можно, в принципе, не париться, спокойно пробежать, если сталкеры есть, они за тебя отстреляют этих мутантов, и даже тебе еще спасибо скажут, потому что он вечно за хороших мутантов война идет, блин, вот когда сталкеры воюют за того, что убить мутанта какого-нибудь, они чем-то напоминают долговцев, ну, из родного сталкера, который, блин, не допустим зону, блин, убьем всех мутантов, истребим всех, вот чем-то они напоминают долговцев, когда вот воюют между собой, еще друг друга бывает убивают из-за того, что не он убил, допустим, мутанта, он убивает другого сталкера, прям реально, им еще черные броники, красную нашивку на лоб, и вперед, долг зовет, так, а я правильно бегу вообще, что-то я забежал, конечно, а я вон куда бегу, ну, в принципе, правильно надо, просто немножко с дороги свернуть, вот так вот, да, и вот, самое то, ну, и по странам, конечно, поглядывать, тут зеленые эти, двуногие обитают, а вот, кстати, кого я убил, хозяин леса, что там у него, ну, свинец, мне что-то не везет, так, а до этого я еще кого-то убил, да, тоже леший, о, девять свинца достал, ну, прям супер, офигенно, ой, да, и что-то я прям зашел прям в самую полянку их необитания, блин, хожу тут, как у себя дома, а их тут дофига, это хорошо, что они здесь немножко туповатые, а так бы кинулись, хотя бы двое на меня сразу, я бы фиг, наверное, стрелялся, а если по-троем, так вообще, вот, еще одного лешего убил, ну, да, по три свинца, это классика уже, ладно, пойду-ка я отсюда, так, бегу, я, в общем, к Ридику, а, хотя мне нужно к Фину, но мне все равно туда же идти надо, с Ридиком общаться я не буду, конечно, по квесту мне и не нужно, но, все-таки открой я диалоговое окно, интересно, что он скажет, может быть, он мне какую-нибудь компенсацию предложит за то, чтобы я его, ну, чисто такие планы не раскрывал, не знаю, посмотрим, почему бы и нет, сразу бабло мне заплатил бы, я бы не парился, не искал бы тут правых, виноватых, нет же, сэкономить решил, вот он, не Ридик, Радик, Ридик, одноименный фильм, так, мне некогда, ну, понятно, так, ладно, все, иду я, в общем, к бандосам, я на ЛВЗ сейчас отдам им зажигалку, ему вернее, паяльную лампу и скальпель, бедный сталкер, которых он пытает, прям, не завидую я им, и судя по тому, сколько ему нужно всяких скальпелев, зажигалкой, паяльных ламп, сталкеров он пытает постоянно, так, ладно, вот этот хмырь, при нем, что заказывал, стальной скальпель, бензиновая зажигалка и паяльная лампа, он еще просил изоленту, ну, до этого я ему его отнес, так, вы там никого не мучаете, закончите диалог, что он мне дает вообще за это, 8000 я получил, 2200 опыта поддержки, патрон Д-19 бронированный, 30 тысяч, ну, и репутация, репутация, так, надо посмотреть репутация, у бандосов увеличилась на 200, о, у меня репутация уже 730 у бандосов, офигеть, немножко прокачиваю, так, патронов, патронов мне достаточно, мне не нужно патроны, теперь бегу к финну, так, продавец брони, проводник, здесь, можно, я так думаю, с парнями, немножко пивка попить, они, они, конечно, тут не пиво пьют, они прозрачные глушат, я помню, в свое время тут можно было садиться, неплохо очень даже, примерно вот так вот, ну да, половина ноги в стол, но, в принципе, неплохо, в общем, посижу я немножко с парнями, со сталкерами, отдохну, пиццу похабаю, отдохну немножко, и потом продолжу, все, отдохнули, посидели, попили, что-то я отсюда не могу выйти, а вот все, вышел, какие-то неразговорчивые сталкеры, попались, один спит, другой пиццу жрет, все, дую, к финну я, в общем, так, тут может быть без, нужно быть поаккуратней, хотя сталкеры тут бегают, блин, на ЛВЗ бы забежать, ЛВЗ прям, там хлам хороший, вот, где я и собираю хлам, это вот на ЛВЗ, на ЛВЗ прям, и скипидар, и ацетон, и тряпочка там, вот, чисто вот, как коктейли мол, того делать, вот на ЛВЗ я люблю хлам собирать, там и собак пострелять от души можно, ну, что-то, в последнее время редко я тут бываю, так, пойду здесь пробегу, здесь место хорошее, здесь, конечно, есть споры, кто бегает без маски, лучше туда не забегать, ну, и я так бегаю в маске, тут грибов очень много, грибов всяких, трав, в общем, самое то, ну, так, надо пистолет-пулемет поставить, потому что здесь такое место, тут, ну, кабаны тоже есть, но, тут много пауков, и это, и собак, поэтому, нужно быть внимательным, хотя тут и кабанов, он достаточно, ну, свинину мы и так настреляем, берем только мясо, свинину сейчас я стреляю, прямо на раз-два, отлично, ну, и стараюсь собирать только в основном мясо, всю остальную фигню стараюсь не брать, мясо я сейчас сам на костре жарю только, ну, в редких случаях, когда просто хочу отдохнуть, ну, бывает, сталкеру охоту отдохнуть, около костра посидеть, выпить там, бутылку казаков, да, почему бы и нет, вот, а так в основном собираю мясо, продаю его, вернее, не продаю, бегаю, да что такое, на ануп локацию, и там уже отдаю мясо за репутацию бандосов, ну, все прекрасно этот квест знают, 5 кусков мяса, на жарешку отдаешь, 2 жареных получаешь, плюс 5 единиц опыта для бандосов, поэтому я раньше мясо постоянно жарил, а сейчас так, для удовольствия просто, на еду всегда хватает, а все остальное мясо стараюсь складывать и отправлять уже к кладовщику, а когда уже наберется там, штук 100 уже туда, можно идти и отдавать его, так, ладно, что тут у нас, ягоды земляники, так, у меня по артефактам, что-то, последние ходки, голяк, что-то не везет, ну, я, если честно, последние ходки, как бы не стараюсь артефакты искать, то есть, бегаю, квест выполняю, ну, если честно, иногда надоедает, вот, бегать, просто собирать артефакты, охота разнообразия, сталкер же не только, блин, тупо машина по собиранию артефактов, правильно, сталкер, он такой разноплановой личности, он может и задания от ученых выполнить, задания от барыг выполнить, от скупщиков, может задания какой-то группировки выполнить, убить кого-нибудь, к примеру, кстати, вот, в сталкере онлайн, это реализовано, можно взять заказ, убить сталкера, то есть, приближенно к реалиям, родного сталкера, прям, максимально, насколько можно, это да, можно просто побегать по зоне, поизучать ее, выполняя те же самые квесты, ну, и, конечно, собирая артефакты, так, что-то спокойно здесь, наверное, сталкеры пробежали, постреляли собак, ну, тут обычно не особо много мутантов, ну, пару-тройка собак бывает, так, ну, вот, я уже вижу надпись, КСТ, рябинушка, КСТ, как КСТ переводится, я, если честно, не знаю, КСТ, ну, фиг его знает, но, вот, по-любому, вот, уазик стоял, ну, не здесь, такое ощущение, как будто немножко поменяли, ладно, кстати, я же прошел квест, блокбастер, а давай-ка, сдадим его, тут нормально, денежку за нее дают, вот отснятый материал, и вам всего хорошего, так, 40 тысяч, ну, как обычно, опыт, тысяча выживания, и 3-300 поддержки, хороший квест, я его постоянно беру, 40 тысяч, о, у меня уже 591, нормально, так, о, что тут, скупщик, хабара, решалы, 27, ну, решалы, нормально, прям, название для, группировки, ну, 27, ну, 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 фантазии не хватило, чтобы без цифр назвать, 27 вообще не вписывается, мало фантазии у вас, парни, мало, так, захожу я к финну, в общем, надо пообщаться, твое доказательство, подобно, получается, Радик, мне конкретно, репутацию испортил, знаешь, я верну тебе твои деньги, а ты не будешь, лишний раз трепаться, о случившемся, устраивает такой расклад, вполне, мне, пойти обрадовать Радика, передай, что за ним выехали, только не вали его, все равно он никуда от меня не денется, мне с ним еще поговорить надо, хорошо, так, ладно, хорошо, в общем, мне, как вы понимаете, нужно опять бежать, на ЛВЗ, к Радику, блин, потом, как бы, Радик меня опять к финну не отправил, вот это, интересно будет, так, ладно, на ЛВЗ, конечно, забежать тут 2 минутки, ну, так как я прохожу квест, почему бы и нет, но все прекрасно понимают, ну, раз уж сталкер-баннерщик здесь, он же пробежит по-любому, по своему любимому месту, правильно же, правильно, там, где очень часто можно найти, в принципе, если честно, вот я сколько по зоне бегаю, по своему времени, артефакт резину А, можно найти, в других местах, намного больше, и чаще, но, вот здесь, почему-то мне, намного интереснее бегать, вот именно вот, по тому берегу, я пробегу сейчас по этому, посмотрю артефакт, но все равно здесь, как же так, я уйду, не посмотрев, если тут арты, но по тому берегу, мне прям вообще прет бегать, там или экраны, или резина, ну или ничего, так, что тут у нас, патроны, патроны нам не нужны, сталкер пробежался, блин, наверное, оттуда бежит, значит, там, наверное, пусто, но мне все равно бежать в ту сторону, добегу сейчас до костра, но почему бы нет, воу, 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 в карусель не влетел, пробегу здесь, по краюшку, здесь тоже местечко хорошее, а вдруг повезет, мне еще надо три артефакта в контейнер забить, просто раньше доставать арты смысла не имеет, у меня всего лишь три использования, и как раз три места для артефакта, поэтому пока не забью, контейнер использовать не буду, но, кстати, мне недавно сталкер подогнал очень неплохой хабар в подарок, дофига всего, как раз то, что нужно для крафта стабилизированного раствора, не, ну я, конечно, стараюсь его сильно не расходовать, ну, теперь я могу позволить себе немножко лишнего, чего раньше не мог позволить, то есть почаще, хотя я, в принципе, особо тоже не парился, всегда и экраны клал, если нужно, в контейнер, я знаю, что многие сталкеры это считают, как бы, ну, не знаю, как, ну, неправильно, то, что тратить такой уж дорогой раствор, использование контейнеров, я, если честно, хочу себе купить еще один контейнер, и чтобы вообще не париться бегать по зоне, хотя два за глаза хватает, если честно, я заходку никогда их полностью не забивал, хотя некоторые сталкеры эти контейнеры экономят, прям не знаю, что, и кладут туда прям только самые крутые артефакты, какая разница, артефакт, он и в Африке артефакт, хотя в Африке аномальной зоны нету, но все равно, я, допустим, кладу артефакт туда не из-за того, что он какой-то крутой, а из-за шанса, допустим, его потерять, не хочу я потерять то же самое Мариево, я положу его в контейнер, а если мне пофигу, допустим, будет на тот же, примерно на ту же самую резину, я в контейнер не положу, вот и все, то есть тут зависит все от ситуации, а не от артефакта, хотя нет, вру, резину я всегда в контейнер положу, но если, конечно, я ее не найду прям рядом с базой, чтобы прям быстренько сбегать и продать, а так, да, резина, она просто еще бьется, так, ну посмотрим, что у нас тут, найду я что-нибудь? Нет, блин, желательно, кажется, что-то найти, а то что-то я в последнее время бегаю, бегаю, так, стопы, аптеку, ну и антирад заодно, пуст, я уже в какой раз тут бегаю, что-то мне не везет прям, ага, прям не судьба, ладно, пойду хотя бы медведоса завалю, медведь-то тут есть? стопы, так, медведь мне по квесту нужен, по квесту большая охота, так, а мне сейчас нужно, мне на ЛВЗ вообще нужно бежать, ну да, ну да, ладно, фиг с ним с этим, медведем, иду на ЛВЗ, ну действительно, квест у меня уже давно, если надо его уже пройти, как-то, никак, а тут я уже, можно сказать, почти-почти на финальной стадии, поэтому, деньги у меня есть, я надеюсь, за квест тоже денежку дадут, я знаю, за этот квест дадут, бронежилет ниндзя, но здесь ничего не изменилось, надеюсь дадут, ну и по-любому дадут опыта, еще, может быть, денежек каких-то, я все-таки 100 тысяч потратил, я финну изначальных отдал, то есть я, по крайней мере, должен получить соточку, чтобы выйти в ноль, ну то есть я броник не считаю, а там, может быть, еще и больше дадут, ну посмотрим, так, сейчас наискосок я срежу, ДЛВЗ, мне надо Радика предупредить, что за ним выехали уже, а потом он у меня, по-любому, он меня куда-нибудь пошлет, наверное, или к финну опять, или, кому он еще может мне послать, а, ну вон, этот Вова-жаба сидит, который на вышке, он, кстати, в этом, в бронике, блин, он, кстати, в бронике ниндзя, может быть, он мне подгонит броник, вполне возможно, так что я еще побегаю, я так думаю, по зоне, конечно, я попытаюсь это все сделать кратчайшим путями, так, где я сейчас нахожусь, ага, с этой стороны зайти, или с этой, посмотрим, вот что-то, задумался, да, грибов тут достаточно, вот тоже грибное место, прям нормально, кстати, на дна карте вы пометите, грибы, хотя я, после последних своих похождений, что-то не особо, блин, хочу грибы собирать, это, блин, столько их надо насобирать, хотя все равно бегаешь, собираешь, но все равно, долго, потом их нужно пожарить, и всего лишь получаешь какие-то таблеточки там, а, нет, за жареные грибы две, две поганки вроде получаешь, да, за сто жареных грибов в аэропорту можно получить две поганки, две поганки стоят восемьдесят тысяч, ну, в принципе, поганки можно найти, но восемьдесят тысяч тоже, в принципе, деньги, так что, да, что-то отстаньте от меня, блин, я что-то забежал, короче, в зону пауков, сейчас меня, короче, завалят, блин, это слишком, да, действительно, все, меня, короче, я немножко не добежал, меня убили, пойду в безопаску, ну, что я потерял, патрон, семь, шестьдесят двадцать, и, ну, Cabana, две штуки, неплохо, неплохо, если учесть, что я последнее время прокачал, так, где эта фигня, удача, то есть, я удачу прокачал до шестидесяти восьми, но немножко мне не хватило, То есть удача повышает вероятность потери предметов, хабара, лута, патронов. Тут вот, если до 80 прокачать будет потери артефакт на 25%. В общем, чем больше прокачиваешь удачу, тем меньше теряется. И это очень даже хорошо. То есть я потерял вообще копейки. То есть 35 всего патронов и 2 ноги хабана. Это, блин, для меня, считай, что ничего не потерял. Ну да, конечно, я опять не забежал там, не сохранился. Оказался здесь. А может быть это и к лучшему. Действительно. Включаем-ка детектор. Погнали. Может быть найдем артефакт. То есть когда ничего особо не теряешь, ну... Особо и не обидно, что тебя убили. Ну да, забежал я прямо на то место, где пауков прям дофига. Не, можно было оттуда выбраться, но надо просто было действовать расторопней и не тупить. Я немножко ступил, и вот в итоге меня убили. Ну раз я уже здесь... Так, давай-ка я использую. Пройду я в этот раз не по тому берегу, как я обычно люблю проходить, а пройду я вот здесь. Здесь тоже есть аномалии достаточные. И тут, в принципе, есть и артефакты. Не знаю, повезет мне или не повезет. Мне в эту ходку что-то особо не везет я. Артефактов-то и не находил, нифига. Ну я, если честно, и не искал их особо. Но все равно бегаешь и смотришь аномалии. В эту ходку особо не везет. Ну пробегусь. Сморю сталкера вроде никого нет. Почему бы не пробежаться? Может что-нибудь и найду. Как вы видите, вообще пусто. Я особо, конечно, не стараюсь прям во все аномалии заглянуть. Но так, рядышком пробегаю, смотрю, ну пустовато. Действительно, ничего нету. Или просто еще не появились, или мне тупо не везет. Вау, 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 вау. Полетали немножко. Спасибо от души, разлегся. Так, давай-ка я здесь сохранюсь. Облучение. Опа, разочек. Кольнемся. Так, ну то сталкер побежал, то не побегу. Ну опять пойду на выезет, а все-таки нужно дойти до туда, правильно? Хоть меня убили, но я же сталкер. Я опять пойду. Ну пойду теперь по дороге. Так, что тут я... Нет, я поставлю лучше пистолет-пулемет, потому что здесь собаки бывают, пауки. И все остальное. Так, все остальное. Ну, откажется. Так, все остальное. Так, все остальное. Учителя К так смотрю с левой стороны валяется труп собаки сталкеры пробегали впереди слышу стреляют дробовик до дробовик ну-ка иди сюда бекон ходячий а получим до свинца я нафигачил в него нормально 7 штук целых в итоге так ладно не особо кайфа кабанов стрелять нету но ну то что расход патронов но смысла нету так опа я опять короче к паукам ну мелкие твари я вам отомщу этот раз надеюсь я успею пробежать чтобы меня не убили но его нафиг вам стить его под ногами вечно путаетесь и кусаетесь так я вот добежал туда лвз до забора вдоль забора безопасно так пойдем на из этой стороны да тут как-то проще о заодно забегу сейчас зайду сохранюсь и заодно сбегу посмотрю хлам уж какой найду но да ну да во я как раз удачно прям зашел так что-то у нас по бокам по сторонам вернее посмотрю кабаны бегут так сейчас здесь сохранюсь пробегу на вкус лвз как раз крадику там зайду и пойду посмотрю еще хлам уж какой найду интересно так давай-ка пару минут посижу подлечусь там отдохну пообщаюсь со сталкером можете интересное расскажут подмастерье так немножко отдохну и продолжим так ну хорошего понемножку опа ходки готов погнали так как пойду да пойду наверное вот с этой стороны потом так как бегу а там и смотри stalker бегать наверное там уже территорию немножко зачистил ну да смотрю там то валяются и стреляет он саги что ли тоже фигачит звук похоже нет автомат еще стреляет даже ладно надеюсь он а вот там кто-то другой саги о да ладно туда мне вообще нереально суваться тут все сталкеры все обыскали ну ладно ничего тут уже не найдешь тут их раз два три на смысл слойте даже нет все пойду я в общем зайду через лвз а там по подвалу выйду так чё тут у нас а тут кстати тоже хлам есть стопы перепрыгнуть опа что-то нету сейчас значит подняли уже или 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 чё или чё наверное обычно здесь лежит а ну вот паяльник нашел а я его за 15к покупал не ну кто ж знал пригодится я открою еще буду не раз проходить ежедневка поэтому не вопрос пусть лежит все равно потом к ученым пойду ну или на другую базу там его и скину так теперь сейчас насквозь пробегут чем я патроны покупать не надо да они не нужно тут тоже ничего интересного просто пробегусь сохранюсь тут обрадую радика что все ему так сказать попа пришла на букву же или пушной зверек такой белый посмотрим куда он не отправит я бы наверно три веселых буквы отправил не куда он отправит меня посмотрим так вот она стоит радик за тобой выехали вот ты падла зачем ты полез мне свое дело чего тебе спокойно не сидел а если ты хоть представляешь что со мной сделают а счастлива оставаться опа все что при этом мужик из бары решили куда это хорошая новость что за новость валя отсюда но что ты жив еще чё хотел закончить диалог так ладно но все понятно преступление наказания пообщаться с жабы ага слова жабы значит мне нужно идти на вышку ладно чувак прощай так мне как бы сэкономить пути на вышку пробраться к ученым я не хочу забегать а чё думать самый оптимальный вариант через визу и через сам вулкан сейчас здесь пройду выйду здесь пройду тут а и вот я хопа у радиовышки действительно чё туплю самый оптимальный выход вернее проход ну неважно выход проход да действительно так пойду нам нужно быть конечно внимательно там лешие бегают бесы но я все-таки сталкер как-никак мутантов то отстреляю главное не тупить так пойдем кстати аномалии еще есть соответственно можно артефакты поискать вот я вижу вдалеке лешил но у меня цель не стрелять мутантов поэтому я стараюсь их обходить просто добежать быстренько до укрепки тут укрепка находится ну и соответственно до входа да вроде чистого окрестностях бесов нету да укрепка тут прикольно вот и интересно и и захватывают же а тут креп . решал 27 сложно на захватывать хотя не знаю сам тут в захватах никогда не участвовал так ну вот все быстренько добежал вообще ним не вопрос быстренько пробегает так мутантов нету без без нет нет быстренько пробегаю эту локацию по дороге можно спеша поесть но почему бы нет на ходу конечно неудобно перекусывать но хотя здесь кстати самое безопасное место тут особо никого нету сел где мы здесь нашел ровное место костер развел и сиди отдыхай а кстати мне пожарить ничего не надо четырнадцать мяса нет мяса так сынец нужно выкинуть да не мне особо жарить не нужно ничего еды у меня хватает воды хватает ну да в идеале тут вообще вроде как бы такое место мрачное немножко страшновато вроде вулкан а так найти плоскую площадку площадку сесть костер развести тебя вообще никто тут не тронет тут тупо редко кто бывает так как девы а я вон сейчас выйдут где это все я понял 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 он нога капота ну подберем чё хабар валяется костер о еще костер а вот перегруз я костер никогда стараюсь не выкидывать а если кто-то выкидывает но перегруз дал он большой дают я всегда его подбираю потому что костер такая вещь вроде как бы мелочь до копейки стоит и сделать его нетрудно но пока нужно никогда его нет я стараюсь себя подбирать у меня на каждой блоке на каждого рука у каждого кладовщика этого костра дофига так я вот где вышел тут то я очень редко бегал в основном но почти никогда не бегал то есть в основном или здесь я бегал или с этой стороны тут да тут не особо то и опасные насколько знаю вот этот немножко сверну вот здесь пробегу да если честно здесь даже на им может быть и ни разу не пробегал может разочек кто не помню семья основном мои пути там проходов в другой стороне лежат то есть именно тут пройти никогда вот так не пользуюсь таким проходом ну я знаю что здесь переход деревню еще деревню вот в этой деревне особо даже не шарил она что-то по-любому есть да ну ладно мне сейчас не на деревне собаки смотрю там есть мне нужно на тот берег ну и соответственно на вышку там я уже слов и жабы пообщаюсь надеюсь он меня никуда не пошлет еще сходи к тому сходи к тому блин это будет вообще наверное так а чё я туплю кстати я если честно реально затупил тут же это место где блин бесы появляется вот с этой стороны но да я здесь ходил но только в основном ходил с этой стороны то есть со стороны вышки и вот туда поворачивал влево а тут как ты это и я чё так легко бегу тут же бесов не полно но не бесов ошибся леший тут леший тусует да или без нет леший 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 насколько я не ошибаюсь вот наверное уже все да тут леший тусуют или там хозяева не знаю я их вечно путаю ну вот один валяется вот трупешник а ну да все правильно ладно бегу я в общем на вышку осталось мне немножко дойти и на пути мне встречается кабан картофан е-е-е г-е-е вода е е е твою налево перед базы когда идешь уже ну считай уже пришел на базу всегда расслабляешься но это логично приходишь уже когда и вечно часто бывает и убивает около базы самая опасная штука когда вот расслабляться перед тем когда уже почти дошел ну все думаешь ну все ты дома все опа и вылетаешь такой в аномалию и тебя убивает вот пример кстати и все и тебя откидывает так стопы я что-то вообще прям потерял ну не потерялся прям что-то бегу не вижу куда тут же аномалии куча блин хоть и около базы смотреть надо опа перепрыгнули смотреть нужно аккуратнее так ладно а че у меня тут по фляжкам надо посмотреть 252 да ладно нормально потом на пол все подбегая уже к дому сталкеров на везуи к одному из многих все можно расслабиться сайгу брать так ну че пойдем пройдем все таки квест а че тут сталкер валяется вставай чувак блин ну извини не судьба так ладно подходим к его вежабе чего надо говорит он с радиком покончено это хорошо нельзя таким ублюдкам на свободе быть даже в зоне знаешь держимый бронежилет он мне много раз жизнь спасал может и тебе службы сослужат а с меня довольны спасибо че он мне бронек отдал а че сам в нем сидишь короче я так я так и думал он мне отдал свою ниндзю контейнер а упакованная броня а там точно блин ниндзя я уже один раз открывал упакованную броню так посмотрим что за это квест дают 200 тысяч рублей дают если учесть что я 100 тысяч потратил то есть 100 заработал так у наемников на 50 это фигня все так добавлен предмет упакованная броня получено 1100 боевого опыта 11000 выживания и 13200 поддержки задание выполнено преступление наказание ну ладно использовать чего омлет что за фигня вот это можно так сказать обман то есть я получил контейнер с упакованной броней я не получил ниндзю я получил бронежилет омлет то есть ну как повезет но у меня была такая уже я в предыдущий раз какой-то другой броник получил но я его продал ну да ну да то есть ниндзю я не получил ха-ха супер просто то есть я получил за этот квест 100 тысяч и омлет не может быть если у меня там мне прям нереально повезло я может быть и ниндзю бы открыл бы ну я-то думал ниндзю сразу даст а сейчас наверное походу уже теперь только в упакованной броне броники дают хорошо пойдем посмотрим сколько стоит омлет если он тут есть о кстати а тут нету омлета интересно кино ладно тогда я положу сейчас его в кладовку и пойду на доске посмотрю ну блин надо посмотреть сколько ниндзя стоит так посмотрим броня обновим обновим бронежилет ворд 200 тысяч так ладно мне нужен омлет ниндзя стоит в общем 200 240 170 200 290 ну да в общем средняя цена 200 ниндзя стоит 200 а сколько стоит омлет я не вижу омлета о да ладно угори угори пачка так так шакал шакал таш таш вот понятно шпинаты чак потом идут флора сухарь сандал а вот омлет вижу 120 вот один он продается 120 посмотрим что там у него состояние 100 отремонтировано 0 раз ну короче ниндзя стоит 200 а омлет ну если честно что на один может быть он неплохо стоит ну в общем застольник можно продать то есть не особо крутой квест я думал ниндзю дадут а дали всего лишь омлет ну я не особо не буду париться я отправлю его туда на гурман а там выставлю на продажу за 150 кому надо тот купит надо кстати посмотреть может быть он где-то стоит и дешевле а что там по защите а по защите так фигня себе да ладно создам посылку отправлю его к челноку что мне то еще отправить пока ничего не буду в общем омлет только один отправлю хотел ниндзю получить ну да ладно так что у меня тут разный хлам который нужно рассортировать рассортировать пожарить продать в общем на этом сталкер я с вами попрощаюсь вы все прекрасно видели что сейчас за квест не дают броник прям вот броник сразу дают упакованную броню а там как тебе повезет я не знаю как кому везет может быть там можно и крутую броню достать конечно шанс там маленький можно продать упакованную броню кому-то может кто-то купит рискнет я вот открыл второй раз у меня один раз была упакованная броня не помню какой там броник был ну не особо дорогой но я его продал тоже вот в этот раз мне попал сам лет ладно на этом все увидимся конечно в зоне с вами до встречи пока